здравствуйте на канале и тонн тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии мои коллеги журналисты илана михаэль и здравствуйте и марк горин здравствуйте ну как было принято говорить свое время от гремел день победы я поговорю в свое время потому что я все таки в прошлом был советский журналист и был такой у нас штамп от гремел день победы вот марк должен хорошо помню ну и в последнее время он опять гремит в данном случае не всегда в хорошем смысле этого слова дело в том что практически каждый год в последнее время социальных сетях я имею ввиду русскоязычную часть социальных сетей в израиле в основном разгорается дискуссия а насколько нужно отмечать день победы я подчеркиваю в той форме в которой это принято в израиле уже второй год это во-первых официальный праздник он принят на государственном уровне отмечается в нашем парламенте в кнесете помимо этого во многих городах проходят ветеранские марши вечера и так далее и вот разгорается еще раз повторюсь достаточно жесткая дискуссия о том а нужно ли это вот давайте мы по этому поводу попробуем поговорить вот нужно ли это можно я пожалуйста когда первых нужно во вторых тоже нужно в третьих можно поспорить о том каким способом отмечать это давайте поспорим или обсудить может быть даже не надо спорить надо обсудить что важнее всего я поясню извините я люблю чтобы придать какое-то точное направление нашему разговору я точнее поясню что я имел ввиду вот то что я видел во всяком случае я не претендую на какой-то анализ того что происходило в это время в социальных сетях но то что видела вот был такой водораздел одна часть публиковала активно фотографии своих близких у кого родители у кого дедушек бабушек которые прошли войну для которых остались живы или погибли или не пережили эту войну для которых память о них священная они очень стрепетом об этом писали игры для том что память священная и нужно этих людей помнить и вспоминать их каждый год это нужно для на другая часть людей которая говорила хватит уже об этом говорить во всем в той форме в которой это происходит посмотри на эти посмотрите на эти ветеранские марши на которых нет ветеранов кто эти люди почему эти наши там дети в этих красноармейских формах красноармейских пилочках с георгиевскими этими ленточками которые сейчас приняты вот о каком споре я говорю но тогда давайте уточним мы сейчас имеете ввиду празднование дня победы в израиль я все имею ввиду или вообще да мы сейчас говорим об израиль я бы отделила хотите отстаполировать на весь мир пожалуйста нет я бы отделила как вам удобно но во первых у нас это сегодня официальный государственный праздник уже второй год я очень приветствую такое начинание считаю что это важно мне казалось бы что просто в этот день наверно кроме благодарности действительно что мы все тут сидящие между прочим существуем это благодаря победе все же потому что все могло к сожалению сложиться иначе поэтому забывать этого ни в коем случае нельзя и те люди которые как вы говорите публиковали фотографии отцов дедов родственников это святое они их помнят и и благодаря тому что они их помнят мы их сегодня помним или знаем или узнаем о них и это необходимо с другой стороны помой которые лились и льются в социальных сетях том числе фейсбуке на русском языке меня лично вообще окончательно как-то даже не изумили а настолько ошарашили люди писали там какого черта зачем это надо кому это надо хватит надоело уже сколько можно и так далее и так далее и у меня в таких случаях всегда складывается впечатление что люди эти ущербные сами по себе потому что ущербный человек может помешать другому человеку помнить отмечать и радоваться но это только моя точка зрения надо ли при этом одевать детей пилотки или солдатскую форму это другой вопрос это уже форма например вот в эти же дни накануне празднования дня победы я видела фейсбуке ролик откуда-то из дагестана где буквально посередине рынка где-то в горах маленький мальчик и девочка плясали под типа день победы и это было ужасно трогательно и столпились люди кто-то обыскал дурной вкус а кто-то сказал как здорово что кто-то до этого додумался этот ролик разошелся например по фейсбуку дети выглядели явно очень довольными и совсем не несчастными поэтому спорить можно бесконечно о том каким образом отмечать на то что отмечать это однозначно да марк пожалуйста отвечаю на твой вопрос я видимо во многом повторю то что лет иоанна да и вообще видимо то что говорит иоанна и и госов говорит здравый смысл поэтому трудно с этим спорить вот я считаю что праздник на мой взгляд здравый смысл что праздник это конечно нужен и во первых и во вторых безусловно нужен праздник памятная дата она есть и будет у мира есть разные пожалуйста а какая дата памятная во всем мире это 8 мая у нас это как в россии 9 мая отвечу я думал над этим вопросом и не только сейчас значит сам факт вот эти так сказать двое суток он пришелся там есть разношение в часах по среднеевропейского времени по московскому времени подписание капитуляции вот капитуляции гитлеровской германии перед значит антигитлеровской коалиции там она произошла в 11 вечере или 12 по какому времени понятно что сталин вкладывал в это провокационный смысл не вышли не восьмое а девятое весь мир и так далее сегодня я считаю что каждая страна каждый народ поскольку это уже давно происходит уже есть некая привычность должны отвечать тогда когда им удобно ну уже там в россии так сложилось то 9 и 9 что касается израиля то тоже понятно поскольку большинство тех кто отмечает и те кто хотел этого праздника на территории израиля они как бы выходцы из россии просто непривычным было девятое то она и стала девятым если бы здесь большинство было скажем это делали бы ради тех кто приехал из америки или из франции наверно было бы 8 понятно что как бы приехавшим там из марокко или из ирана это в общем не столь важно для тех кто чьи страны были вставлять гитлеровской коалиции теперь у нас живут выходцы у нас живут репатрианты из франции из англии совершенно верно тоже прошли правильно правильно но большинство тех для кого это было важно все таки основная масса этих людей они вставляют выходцы с территории русскоязычного пространства где отмечалось именно так это для них привычно и она как бы вот так произошло если бы как говорится кнессет над этим задумался тот момент когда он ставил этот вопрос и сделал бы это восьмого ну я бы отмечал восьмого во мне бы это не вызвало протеста и обиды ну так здесь распорядились для меня важен сам факт для сына фронтовика и человека родился через три года после войны для меня важен сам факт теперь на самой дате есть для мира значимые даты в данном случае речь идет о победе над не просто над вселенским злом во многих странах было тяжкое зло с точки зрения этих народов но нас еще речь во зле которая те кто это зло принес пытались сопростоять на весь мир и мир это зло победил вот победа над злом является вот этой самой памятным ритуальным фактом который на мой взгляд надо отмечать и отмечать столько сколько люди будут его помнить надеюсь что будут помнить что касается формы что касается содержание этой этой даты неважно восьмое или девятое зависимости от данного страны и данного народа что касается форм это вопрос вкуса культуры к юргевские ленточки я считаю что за пределами россии а особенно в израиле это в общем-то не очень нужный элемент этого ритуала потому что их носили не только гвардейские экипажи боевых кораблей во время великой отечественной второй мировой войны или там гвардейские полки и когда-то носили и до революции казачьи войска и денигинские войска во время цела которые отличались как сказать по моему даже у власова она присутствует я не беру сейчас точно сказать то по моему бы было и там попытки возродить георгиевскую леточку поэтому я не думаю что в израиле это нужно именно георгиевская леточка что касается танцев форме в пилотках ребят мы выросли на этих традициях и то что мы их сохраняем это дело еще раз говорю вкуса и культуры форма в которой это происходит знаковый этот ритуал в этот день нужен в израиле может быть скорее чем где бы то него потому что наша страна она рождена самим фактом этой победы она из нее она из нее появилась на из нее родилась страна из которой мы приехали при всех ее просто недостатках во многом преступлениях независимо от этого она действительно вынесла наибольшую тяжестью войны несла наибольшую победу и замок сворота Бухенвальда сворота Свенцева для Бухенвальда сбил именно российские солдаты это были солдаты Варшава Конева которые брали Свенцева это были русские люди я говорил с очевидцами причем не русскими с поляками которые там были как они встречали этих русских солдат российских или не знаю может там казахи были понятно да и ладно вы хотелось я да я в продолжении того что сказал марк я вот на что хочу обратить ваше внимание что почему-то несмотря на то что день победы объявлен государственным праздником в Израиле он остался секториальным праздником потому что нигде к сожалению в израильской прессе я не видела статей на эту тему я не видела репортажей на эту тему я не видела каких-либо материалов которые разъяснили бы остальной части населения нашей страны большую у нас пресса будем мы королены не занимается просветительской деятельностью нет вы меня извините когда происходит в Израиле мимуна то мы все знаем где был такой-то министр на мимуне у кого и где был премьер-министр на мимуне у кого и вообще мимуна это наиважнейший правильный пример наш премьер-министр был на красной площади в Москве кстати и об этом особо приколов ту самую георгиевскую ленту о которой говорил маршу в данном случае это я так сказать совершенно его не осуждаю так делала его так сказать коллега российский владимир путин так делал он это его личное дело у него было такое ощущение почему нет я говорю о другом что 9 мая в Израиле пока что не вышла за пределы секториального мероприятия я считаю что с точки зрения воспитательной образовательной это абсолютно неправильно учитывая что еще до недавнего времени в учебниках истории дети здесь читали что оказывается вторую мировую войну выиграли американцы с англичанами и с французами про россию в свое время вообще про советский союз не писалось сейчас по моему это в какой-то степени исправили значит тем более надо детей как-то воспитывать всех детей не только русскоязычных я согласен меня я согласен самое главное согласен не я а министр просвещения которые я знаю отдал несколько часов в программе этой теме и сам по моему в прошлом году до 100 израильский министр да конечно проникновенно по этому поводу говорил что это нужно изучать и я надеюсь что это действительно будет изучать изучаться и что память останется и действительно не в порой странных формах которые мы наблюдали о которых пишут многие пользователи социальных сетей да марк пожалуйста буквально полминуты так сложились у меня семейные и так и профессиональные обстоятельства что я в этом году 9 мая встретил в санкт-петербурге и город ну понятно город герой город с трагической судьбой героической судьбой именно военной судьбой понятно но это был действительно праздник людей люди просто чужие люди поздравляли друг друга с праздником устранить на молодые моего я был там в ресторане вечером так сложилось что я был с друзьями люди поздравляли друг друга с праздником незнакомые люди это действительно праздник это 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 правильно это это победа добра над вселенским зубом который хотел вообще захватить весь мир формы тела культуры вкуса воспитания будем надеяться что с этим тоже станет лучше ясно коллеги большое спасибо за этот обмен мнениями на этом все напомню что со мной в студии были журналисты илана михаэля и маргорин всего доброго